Костром Кроме монастыря Сходим еще в один монастырь Который называется Богоявленская Анастасия И где хранится главная святыня Костромы Это икона с названием Федоровская икона Богородицы Почитаемая чудотворная И о которой вам наверняка известно Потому что вы скажете, мы не знаем Знаете Мы же с вами про династию Романовых слышали Я уверен, вы в курсе, что Жены у Романовых, да и не сами, впрочем Все были немцы А когда жен себе выписывали из Германии Их же нужно было обратить в православную веру Их давали новое имя А к имени прилагали еще отчество И самое распространенное отчество Среди наших императриц Помните какое? Федоровна, конечно, Мария Федоровна, Александра Федоровна и так далее Но это же не значит, что у них был один папа Его звали Федя Нет, просто была такая икона Вот ее мы и увидим Та икона, которая считается Не только покровительницей Костромы как города Но и династии Романовых Мы с вами также в Костроме посмотрим, конечно же Центральную площадь имени Ивана Сусанина И знаменитую пожарную калачу Там увидите Расскажу вам о комплексе административных зданий Расположенных на этой площади Первой половины XIX века Торговые ряды Памятник самому Ивану Сусанину Посетим с вами ювелирный музей И пообедаем в кафе с названием Старая пристань Место, которое вам тоже, возможно, известно Если вы смотрели фильм «Жестокий роман» Наверняка помните эпизод Когда Сергей Сергеевич Паратов На белом коне подъезжает пристань Там карета в луже стоит Помните? Сидит Лариса и выйти не может А он за заднюю и ссору карету в край луже перетащил И она смогла выйти То есть вот этот эпизод снимали именно там И в этом кадре как раз Присутствует та самая плавучая пристань Которая теперь трансформирована в ресторан И именно туда мы с вами к часу поедем на обед То есть мы приедем Откатаем большую часть программы Пообедаем в ресторане Старая пристань в час А после обеда всходим в музей ювелирного искусства И наша программа в Костроме закончится в 15 часов Уже в 15 старт на Москву То есть вот такая у нас сегодня программа Ну а пока будем ехать Немного еще поговорю и о Ярославле И о том, что между Ярославлем и Костромой А поговорить действительно есть о чем Потому что Ярославль это большой город Который был когда-то крупнейшим торговым центром Да, но мой первый рассказ будет не о купцах А о деньгах Дело в том, что вы уже в курсе Что на тысячерублевой купюре Изображены памятники, относящиеся именно к городу Ярославль Поэтому я буду рассказывать вообще о деньгах Когда они у нас появились Первые деньги, которые называют бумажными Но на всякий случай вам скажу Они были не бумажные, те самые купюры Они были конопляные, из коноплей Так вот, первые бумажные деньги У нас ввела ассигнации, их тогда называли Императрица Екатерина II И она ввела купюру номиналом 25, 50, 75 и 100 рублей Самая крупная купюра была 100 рублей На ней была изображена сама императрица Екатерина II Деньги были очень большого размера Поэтому, чтобы в карман такая купюра убралась Ее нужно было сложить в 4 раза И вот счастливые обладатели 100-рублевых денег Они себя снаружи по карману так нежно поглаживали И говорили, Катенька Знаю, что там изображена императрица Екатерина II И что это самый крупный денежный знак Тогда был И вот 100-рублевые купюры у нас были Самыми крупными до 1900 года В 1900 году Министр финансов Сергей Юрьевич Пинтель Ввел в оборот 500-рублевый денежный знак И на этом денежном знаке был изображен Петр I Поэтому по аналогии с Катеньками Эти деньги стали называть как? Петеньки 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 были Катеньки и Петеньки гуляли по стране Но вот название Петенька для 500-рублевой купюры Оно действовало недолго Потому что его потихонечку вытеснило другое слово Оно произносилось так Петихатка Но петихатка это видоизмененное произношение слова пятикатка Пяти означает пять А катка это сокращенное произношение имени Катенька То есть пять катенек по 100 рублей Делают одного Петеньку в 500 Вот и получается петикатка Вот на этой 500-рублевой купюре Был изображен портрет Петра I с работы скульптора Антокольского Но об этом Антокольскому министр финансов почему-то не сообщил То есть по сути он нарушил авторские права этого архитектора С чьей работой изображен был портрет Петра I Но Антокольский в то время был жив и здоров В хорошей спортивной форме и жил в России Поэтому конечно он не мог не заметить Когда появились новые деньги в обороте Которые ходили по всей стране Что там изображен портрет с его работы Поэтому Антокольский видя, что нарушены его права Он этого министру финансов просто так не оставил Он написал ему официальное письмо Письмо было следующего содержания Милостивый государь Будучи проездом в Санкт-Петербурге Совершенно случайно увидел новый банковский билет номиналом 500 рублей А на нем портрет Петра I со скульптурой моей работы И зная замечательную традицию издателей Несколько экземпляров первого тиража отправлять автору Надеюсь вы не отступите от всей традиции Чего будут несказанно рады мои кредиторы Ну и я лично После такого письма министру финансов было не открутиться И ему пришлось отдать распоряжение Отправить скульптору Антокольскому 4 купюры по 500 рублей В качестве оплаты за авторские права По тем временам считалась приличная сумма Кстати на современной 500 рублей купюре Изображен тот самый портрет Петра I с работы скульптора Антокольского Так что можете полюбопытствовать Кстати есть у нас еще одна купюра Она современная, 100 рублей У нас сейчас 100 рублей много разных Я говорю о той, которая является самой распространенной И на одной стороне которой изображена квадрига То есть это 4 коня, которыми управляет бог Аполлон И вся эта скульптурная композиция Она помещена на козырьке главного входа Большого театра в Москве В данном случае нас интересуют с вами не кони И не люди Нас интересует бог Аполлон А точнее то, как он одет Если посмотрите на купюры То есть не на рисунок на этой купюре Вы увидите, что Аполлон одет Очень короткую тунику А под туникой у него что? А под туникой, как сказала мне одна туристка У него колени Но не только колени, там еще крое, что есть Дело в том, что он там изображен как Иван Иванович Иванов, ну то есть совершенно без штанов А поскольку у нас Аполлон без штанов на денежном знаке В 2014 году член фракции ЛДПР, депутат Госдумы Роман Худяков, сидя на каком-то заседании в Госдуме Вот сегодня нечем заняться в Госдуме Не сидят там деньги рассматривать Он сидел рассматривал 100-рублевую купюру И видит Аполлон без штанов И он в этой связи написал, между прочим, это факт Он написал официальное письмо Тогда директору Центробанка Эльвири Набиулиной Где напомнил ей о том, что у нас в стране действует закон Номер 436 Он называется об информации вредной для здоровья детей Если у нас на 100-рублевой купюре Аполлон изображен с обнаженными гениталиями Это означает, что эта купюра должна быть промаркирована значком 18+, А лучше, если на ней будут изображены виды Севастополя Через год виды Севастополя на этом денежном знаке появились Правда, эта купюра с видами Севастополя Она у нас так вот широко не ходит по всем местам Но туристы из Крыма мне ее показывали А так она у нас представлена как сувенирная, а в банках продается Но мы с вами по-прежнему лицезреем Аполлон без штанов Что так едешь, что лачуги, то вот такие дома новые И рядом такие маленькие По городу Ярославлю проехали одну из площадей Если помните, площадь с названием Театральная Или по-другому называется площадью Федора Григорьевича Болкова Который является основателем первого русского драматического театра Так вот, театр, конечно, тот самый первый русский драматический И был основан в Ярославле Именно Федором Волковым Но ярославские экспрессоводы обычно забывают упомянуть, что Родом Федор Волков не из Ярославля, а из Костановой Его родителями были, точнее, его отцом был богатый купец первой гильдии Дом которого находился буквально в 50 метрах от главной площади города То есть понимаете, да, уровень дохода человека Причем в семье, кроме самого Федора, было еще 4 брата и 3 сестры То есть семья была многодетная, старообрядческая И все было хорошо Но вот когда Феде исполнилось 3 года Отец его скоропостижно скончался И несмотря на то, что деньги в семействе были Мама, она не занималась ведением семейного бизнеса Потому что торговля, такое дело, не каждому дано, что называется Плюс у тебя огромное количество детей на руках Поэтому у нее было два варианта Либо она детей оставляет на нянек И занимается ведением бизнеса мужа, который ей он завечал Либо она занимается своими детьми Но тогда потихонечку они обанкротятся И все придет просто вот к нулю Она выбрала грамотный женский вариант Который в ее случае мог получиться Она вышла замуж второй раз по расчету Тут вы меня спросили Кто же ее возьмет с таким-то количеством детей Но вы не забывайте, может, у нее вот купцом первой гильдии У нее деньги-то были То есть за ней было такое преданное Что ее можно было взять даже с таким количеством детей Причем она вышла замуж за не какого-нибудь нищеброда Она переехала в Ярославль А именно в Ярославле жили самые богатые купцы И вышла замуж за богатейшего купца по фамилии Полушкин У которого своих детей не было И он свою нерастраченную любовь Он адресовал как раз своим приемным детям Среди которых больше других выделял Он называется Федором Волковым Потому что Федя был мальчиком умным И именно его Полушкин решил завещать Три мануфактуры, которыми он владел в городе Ярославль Поэтому парика в 12 лет Он отправляет в Москву В немецкую слабаду, чтобы тот потихоньку учился Мануфактурному делу Федя уехал в Москву, в немецкую слабаду За год выучил немецкий язык Владелом практически в совершенстве И все шло хорошо до одного момента Пока однажды Федор Волков в Москве на улице Но совершенно случайно проходя Увидел выступление студентов Славяно-греко-латинской академии То есть они устроили какое-то театрализованное представление Так вот хох бы ради А Федя проникся И все, ребенок для бизнеса был потерян Родился для театра Ему стало абсолютно неинтересно мануфактурное дело Он вернулся, ставший для него родным Ярославль И своего отчима попросил Можно ли ему одно из складских помещений Использовать под здание театра То есть убрать оттуда готовый товар И чтобы он мог там построить сцену И репетировать какие-то пьесы Отчим посмотрел на парня И думаю, отчим бы нитя не тешилось Если бы не плакало, переписится и успокоится И опять займется мануфактурой И он ему один склад освободил И вот там вместе с братом Григорием Флодом построил сцену Они сами нарисовали декорации Выучили какую-то античную пьесу Осталось только собрать аудиторию Вот теперь самое интересное Вы не забывайте, пожалуйста Хотя вы, наверное, знаете вы или нет Кострома и Ярославль Это города, где до сих пор проживают Очень крупные старообрядческие общины А на момент, о котором я рассказываю Во времена Федора Волкова Здесь жили 90% Жили старообрядцы А я думаю, вы в курсе Что не только Не важно, старообрядец Не старообрядец Ну, православным каноном Театральное действие Это что такое? Это крик Это крик В прямом смысле этого слова Поэтому Поэтому Собрать аудиторию Вот здесь Ярославль Для Федора Было крайне проблематично Но он придумал Он придумал оригинальный способ Мальчишки, которые бегали по городу По улицам Просто так Он без дела Слоняясь пареньки Он их Встречая Давал им деньги За то, что они бесплатно Бегая по городу Будут раздавать билеты Всем желающим Беги То есть он платил, чтобы люди пришли К нему бесплатно На представление Они раздали билеты И между прочим На первое представление Был от шлака То есть народу собралось Просто горе Федор был несказанно удивлен Причем пришли взрослые мужчины Такие благообразного вида Ухоженные Видно при ней как И когда они заполнили собой зал Единственное, что Федора смутило Что они как-то не очень хорошо пахли От этих мужчин Я бы даже сказал Воняло Воняло, потому что Как только Федор вышел на сцену И открыл рот Из карманов этих мужчин Были внутри Тухлые яйца Гнилые помидоры И они бы забросали Прям в рот ему туда Тухлое яйцо И он ушел Весь обтекая Этими тухлыми яйцами Они устроили погромы Абсолютно довольны собой Зашли сюда Вот ради этого Они пришли То есть удовольствие Представление Они получили Но Федор это не смутило Ну а что смущаться Когда у вас есть отчим Который вот три мунафактура Согласитесь Можно заниматься тем хочешь Тем более он не препятствует Поэтому Федор Он начал Заниматься театром Как артхаусом Мы бы сейчас так сказали То есть Не придет никто смотреть Ты не надо Все делал Ради процесса А если кто-то придет Значит хорошо И естественно Вот на таком уникуме То есть на человеке Который занимается Театральными представлениями В Старообрядческом Ярославле Где каждого курса Богатого Лично императора Императрица знали Это не могло не дойти До столицы До Санкт-Петербурга А у нас тогда правила Императрица Елизавета Петровна Она Положкина Это знала лично Потому что у него деньги были Которые можно было При случае занять И узнает Что у него Есть такой пасынок Который занимается театром Романова Они очень благосклонны К этому относились Поэтому Она записывает В Ярославле Федора Булкова В семье в Санкт-Петербург И делает его Придворным актером Причем придворным актером Федор Булков был не только При императрице Елизавете Петровне Он еще был при Екатерине Второй Которая, кстати Именно Федору Булкову Поручила организовать Театрализованный маскарад По случаю ее коронации И вот По поводу коронации Екатерина Второй Был этот маскарад Организован Все прошло отлично Но Федор Булков Видимо не учел Особенности питерского климата Простутился Не получил воспаление легких В результате Скончался После От осложнений После воспаления легких Возрасте Всего лишь 36 лет То есть Будучи еще В хорошей Спортивной форме Сказал бы я так Но Самое важное Когда мы говорим О Федоре Булкове То что он создал Вот я сейчас назову слова А вы не выделите ключевое Он создал первый Русский драматический театр Какое слово главное? Первый Драматический 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 Не соглашусь И попробую Аргустировать Дело в том Что у нас ведь театры Были И до Федора Булкова Самый первый театр К нам в страну Примес Алексей Михайлович И отец Митра Первого И эти театральные представления Они не были Конечно Распространены По всей стране Это были актеры Которых привозили Специально Для царской семьи Для их усиления Но был один нюанс Все эти актеры Были иностранцами То есть Причемое слово В данном случае Это русский Я напоминаю Что для Русского человека Театр это был грех И наша Театральная история Она уже идет С комарухом Которые показывали Подвыпившим кубцам Сцепки неприличного Скобресного содержания Поэтому Самые первые театры Знаете как называли Их называли Позорище А театральное представление Называли Позор Потому что Иначе То что там Кьяным кубцам С комарухи показывали Назвать было просто нельзя Поэтому Когда наши люди Вот допустим Царь Алексей Михайлович Смотрел на иностранцев На сцене Он же понимал Что иностранцы Это для русского человека Мы с вами будем Сегодня смотреть Фреску Страшный суд В Троицком соборе И Патерском монастыре Там нарисованы иностранцы Точнее Грешники Грешники Которые строенными рядами В немецком платье Идут в ад Понимаете Прям маршируют Как на плацу А вот Ярославль Еще есть церковь Ильи Пророков К сожалению Она закрыта была Потому что она летняя Нам даже подписано Были это пророки Там написано Житного вида Арабы Немцы То есть Все иностранцы Все абсолютно иностранцы Для русского человека Православного Они были Либо грешники Либо еретики Вот без вариантов Поэтому Это то же самое Знаете Вот как если бы Человека приговорили К высшей мере наказания А он бы после этого Еще кого-то убил Его ведь все равно Его же расстреляют Поэтому немец Выходя на сцену Он ничего не терял Потому что он от рождения Было при чем Гореть водой А если русский человек Выходил на сцену Это же означало Что? Это означало Что он выбрал Сторону зла То есть он Сознательно Сделал выбор Для того Чтобы вместе с немцами Гореть водой на сковородке Вот в чем Была Скажем так В чем был прецедент То есть в этом смысле Федора Булкофонную Я бы его назвал Даже наверное первым Революционером Театром Потому что Он переломил традицию И только после этого Стали появляться Русские актеры На нашей сцене Это кадр Когда показывают Икра черная Огромная опешка Икра красная Поменьше Заморская баклажан Самая маленькая Почему? Я на это акцентирую внимание Но начнем с того Что рядом с Костровой В 30 километрах Находится город Волгореченск На Владимирской трассе И город Волгореченск Он появился В 63 году Прошлого 20 века Только потому Что там построили Костромскую ГРЭС Крупнейшее предприятие Костромской области И поскольку Появилась ГРЭС Конечно было создано Водохранилище То есть искусственный Водоем Размером 115 квадратных километров И из-за функционирования ГРЭС Вода в этом водоеме Все время теплая Этот факт решили использовать Для того чтобы Уже в 64 году То есть через год После появления ГРЭС Рядышком там же Волгореченске Построить Рыбхоз Где занимаются Разведением Осидоровых пород рыб А также там разводят Карпов Которых в аквариумах Живыми продают В магазинах Костромы Ярославля и Баду Так вот Мой рассказ-то будет О чем? Будет о рыбе О рыбе в том смысле Что Мы с вами к сожалению Уже практически и забыли Что такое черная икра Потому что Вот так вот Как раньше Она в магазинах не продается Я на секунду Прерву свой рассказ Вот сейчас мы въехали В поселок Туношно Будем переезжать Мост через речку Туношонку Вы пока это просто Запомните Я закончу про рыбу И начну вот про это место рассказывать Вот она река Туношонка Просто на нее посмотрите Итак По поводу рыбы Дело в том Что черная Рыба с черной икрой Это самая осидоровая рыба Она же у нас водится В прикаспийской зоне Вот там В районе Астрахани И это всем известно Но к сожалению Сейчас практически все забыли Что Инстинкт Эту рыбу Осидоровую Которая будет Соокластных На нерест Знаете куда заставляет идти? На всем Она всегда ходила наверх По течению И нерестилась Начиная от Казани До Ярославля Или даже выше То есть Основное место Где нерестилась рыба С черной икрой Это Ярославль, Кострова, Нижний, Новгород Вот в этих местах Поэтому Когда мы смотрим Да Вот тот же самый фильм Милое солнце Она говорит Опять твоя икра Ведь это была Самая расхожая ситуация Потому что человек Любой человек Мог пойти Поставить Нивот Или как сейчас говорят Телевизор Когда сюда на нерест Пришла рыба С черной икрой Ты ее выловил И пожалуйста Заготавливай себе Можешь Консервов накрутить Да У тебя икра Будет банками На всю зиму лежать Как сейчас у людей Картошка там Или что-то Да В деревне Один из самых дешевых продуктов Черная икра Была действительно дешевой По сравнению С той же красной Потому что красная икра Это что у нас Какие породы Лососевые А где они водятся Они же водятся На дальнем востоке И принимая во внимание Логистику То есть Когда вы знали В это востоке Привезете Все же вам заложат цену Это сейчас Транспортировка Относительно дешевая А когда это все Было Я имею ввиду До революции Не в том виде С самолетами И паровозами Еще не возили Это же было Очень дорого Поэтому красная икра Она всегда была Дороже черной Черная икра Была просто просовой Потому что она везде Была у каждого человека Куда же она пропала Эта икра А пропала туда Что в советское время Понастроили дамбы Через Волгу Вся Волга перекрыта И эта рыба Она Из дикта Никуда не девались Она как Рвалась сюда Вот к нам В Кострову На Невес Так и рвется Но ей не дают Ей не дают Дойти до Костровы Чтобы ее тут Поймали и съели Потому что Вся Волга Перегорожена И вот какие-то Ученые подсчитали А когда не знают Какие ученые Говорят британские Британские ученые Подсчитали Что если бы рыба Вот это вот Осетровых пород Задалась бы целью Дойти до Костровы Нерест Ей бы на это Потребовалось Пять лет То есть она бы Жила внушую Своду А пусть И тут Поднимет Через пять лет Пожалуйста Она была бы здесь Кстати Ведь Осетровая порода Рыб Это же Разные рыбы Я вам назову Две Две Только Два вида Одна называется Стерлядь Это рыбка Длиной от 60 До 125 сантиметров Вес который Варьируется От 6 до 16 килограммов 16 килограммов Это же целый пуд Пудовую гирю Поднимали Представляете Да Вот рыба С черной икрой Это небольшая рыбка Получается Есть другая рыба Называется Белука И вот эти С белухой С морской рыбой Белука Между прочим Имеет вес От 100 килограммов До полутора тонн Вы представляете Какие рыбины Так вот Был такой факт В 1924 Или 26 Годом Могу ошибиться Мужики под Казанью Они поймали Белугу Весом почти тонну Представляете Они ее вытащили на берег Встали в реакции Восемь человек Не сфотографировались Получилось Ровно длина этой рыбины Кстати По этой фотографии Впоследствии Был сделан памятник На секунду Прервой с левой стороны Курпус самолета И вот эти маленькие домики Они обозначают Начало территории Летного городка Так вот По поводу Белуги Которую мужики Поймали Под Казанью Они сфотографировавшись Ее распотрошили Так вот С этой рыбы Весом почти тонну Получилось 12 10-ти литровых Выдер Черной икры Вот так вот Наши предки Не все было так полно Как изображали Так вот Теперь по поводу Речки Кунашонки И поселка Кунашно Который мы с вами Еще проезжаем Вот смотрите Влево уходит дорога Это дорога На аэропорт Города Ярославля Которая кстати Как и поселок Который только что Мы проехали Называется Туношно И с этим поселком Связана одна история Точнее с аэропортом Я думаю вам Эта история Знакома Трагическое событие Которое произошло 8 сентября Или 7 сентября 2011 года Кто помнит? Никто не помнит Вас Друзья мои В Небе тогда 7 сентября 2011 года Разбилась команда Локомотив Хоккейная команда Город Ярославль В Ярославле Есть до сих пор Та самая хоккейная команда Потому что у нее Уже не тот состав А в 2011 году У них был звездный состав И они были чемпионы МИД И вот Тогда В 2011 Должны были В сентябре Лететь на открытии Сезона МИДа В Минск В Белоруссии Но самолет Потерпел крушение Самолет был Як-42 И этот самолет В результате Буквал Великий Через который мы с вами проехали Несколько минут назад На борту было 45 человек Погибло 44 Выжил один авиамеханик Из этих 45 человек 37 были хоккейстами Остальные Это Персонал самолета И тренерский состав Так вот Как показал результат работы Светственной комиссии Самолет был исправен Поэтому Стали выдвигаться Другие версии Почему могла произойти Эта трагедия Одно из версий считает Что когда самолет Начал разбег На взлетной полосе У него на пути Примерно на середине полосы Вдруг оказался Какой-то вертолет О наличии которого Пилотов самолета Не предупредили заранее Чтобы там будет И единица техники Которая может им помешать Взлететь И пришлось бросить скорость Даже уйти немного в сторону Чтобы избежать столкновения Скорости не потеряли Но разбег продолжил И вот из-за того Что у нас скорость Была потеряна И от отрезка Взлетной полосы Вот на положенное В это расстояние Не смогли отраваться И побежали по полю Прямо за взлетной полосой 450 метров Еще пробежали Все-таки От земли оторвались На 6 метров 120 метров Пролетели Врезались Высоковольтные провода И самолет упал Под реки Танашов Вот такая была история Это первая версия Версия номер 2 Есть мнение Что у них В тот день Первым пилотом Был новичок Новичок не в смысле Что не имел Вообще никакой Летной подготовки А в смысле Что до этого Летал на другой Модели самолета Я уверен Вы понимаете Что когда Вас пересаживают Ну вот другой автомобиль Пересели Да вот купили Новую машину Вам же к ней Привыкнуть надо Потому что у нее Может быть Какие-то кнопки Или педали Находятся не совсем Так как было В вашей машине Или у нее Скорость задняя Да не в ту сторону Немножко переключается Если вас не принят Мелод это тоже Надо обыкнуть А он если летал На одном и том же самолете Десятки лет У него же Там Знаете Вот неровные стропы Там В голове Ставкливается А у него наверное Автобаты были Из этих неровных прокатов То есть он С закрытыми голосами Свой самолет Клот на котором Дает валют Рог посадить И поднять А тут вот такая Оказия Потому что пересадили А приборная панель Не такая И вон Есть мнение Вместо того Чтобы скорость Набирать В какой-то момент Случайно Видимо И сбросим А потом Понял свою вину Да К меру степень Глубину И давай Подозреваем Набирать Скорость Абережда Ну Поскольку Скорость Была поднялена От отрезка Полосы Отрываться Не смог Как положено И вот Напрыгение Произошло Но это Только версии На самом деле Вот я читал Много раз Объяснение Для Кто Что предполагает Дело в том Что Конечно Следственная комиссия Написала Что самолет Был исправен Но они Либо они Там что-то При осмотре Этого самолета Пропустили И уже просто Самолет был Настолько Понимаете Он даже Вот металл устает Он же был У шести хозяев Поэтому этот самолет Он уже был Престарелый По меркам самолетов Он был просто Престарелый Чтобы вы там Не говорили И очень может быть Это просто Из-за того Что самолет Что самолет Должен был Добавить Но день Была правильная Так что Ну такая вот ситуация С командой Ну и поскольку Про хоккей Да еще Одну историю Тоже расскажу Она правда Локомотива Не привязана На прямой Никогда не читали Про то Как появилась Жевательная резинка В Советском Союзе Не читали? Я расскажу Так вот 10 марта 1975 года В Сокольниках В Москве Тоже был Против матч По хоккею Между юниорами Сборная СССР И сборная Канады Спонсором мероприятия Выступала компания Риглес Производитель Жевательной резинки И вот приехали Канадские подростки Отыграли матч И когда матч был закончен Канадцы Зная что Мы живем В 75 году В условиях Тотального дефицита А поскольку Юниоры Вы поймите Да Унитория тоже была Подростковая Большей частью Эти канадцы Имея полные Карманы Жевательной резинки Они Вот так Хохмы ранее Чтобы спровоцировать Советских На кучу молот Когда они побегут Собирать жевательную резинку Они начали ее разбрасывать Прямо на трибуне Из карманов Наши люди Как положено Прыгать Прыгают через кресло И начинают собирать резинку Администратор Этого спортивного комплекса Понимая Что это Очревато международным скандалом Потому что В таких мероприятиях Люди Как вот Революции говорили Третьего отделения Да В серых костюмах Они же присутствуют Они отслеживают Процессы такие Он думает Ну все Надо что-то предпринимать А то Карьере конец И у него ума хватило На то Только чтобы отключить Электричество Он Крубильник опустил И сверх погас Он подумал Чтобы в темноте Люди перестанут Скакать И через голову Другого Собирать Живая резинка Ничего подобного Вот как скакали Так и продолжили И в результате Была давка Жуткая давка В ходе которой Погиб 21 человек Смотрите Из них 13 человек детей Так вот Из этого Наша власть Сразу вывод не сделала В 75-м году Мы еще не знали Что у нас Через 5 лет Пойдет Электричество А потом Буквально Через какое-то время Не так долго Прошло Вдруг Стало известно Что у нас будет Олимпиада А на Олимпиаду Опять приедут иностранцы И они опять Что в 80-м Ну понятно Что Хрущев обещал Что в 80-м Уже будет коммунизм Но не получилось И вы понимали Что не успеем Достроить коммунизм В 80-м Надо было что-то предпринимать Чтобы опять провокация И в частности Живательные резинки Поэтому За 3 года До Олимпиады Построили Забота Сначала в Таллине Но территория Советского Союза Поэтому наша Да, была территория По производству Живательной резинки А потом аналогичный Завод в Баку И я думаю Эти жвачки Во всем памятник Да, три поросенка Три гномика То есть вот такая вот история И именно здесь По берегам реки Солоницы Мост через который Мы пройдем через 15 секунд Находились так называемые Соляные варницы Где в промышленных объемах Добывали соли И подавали ее За всей стране Это не было единственным Месторождением соли Но одной из крупнейших Вот эта река Она с обеих сторон Вам сейчас Хорошо видно Так вот первой владелец Солиных варниц Здесь в Малых Солях Числица Евдокия Жена Дмитрия Донского Я спрашиваю Почему Евдокия А не сам Дмитрий Донской А почему Не на Лужкове Было записано На жене С тех времен Если что Проверяешь У Дмитрия Донского Ничего нет Все на Евдокии А она если что В монастырь идет Так вот Евдокия Она по завещанию Все отписала Троицкому Сергиеву Монастырю Которую мы с вами Называем Троица Сергиевой Лаврой Лаврой Именно поэтому Троица Сергиева Лавра Была самым богатым монастырем Она и сейчас Является Самым богатым монастырем Только у нее Теперь другие Источники пополнения Финансов А когда-то Это была соль А соль это был Самый выгодный бизнес В времена Допустим 14-15-16 века И даже позже И если вы Историю читали То вы в курсе Что происходили Постоянно Так называемые Соляные бунты То есть когда Владелицы соляных варниц Резко завышали цены На соль Вот они поднимут Соль До беспредела И все В стороне Переворот можно организовать То есть это все Делось Просто на раз-два Вот если сейчас Поднять еще Цена Давайте на 500 Другой цену На бензин поднимут Все В стороне переворота Раньше точно так же Солью делали То есть это был Стратегический продукт И Всеми варницами Владела Практически всеми Владела Троица Сергия Валавра То есть вот кто Задавал погоду Встание По большому счету В какой-то период времени Эти соляные варницы Пришли здесь в упадок В 1608 году В период смотря Когда сюда пришел Отряд Пана Лисовского Который правда Не выдвигал никаких Политических требований Это были обыкновенные Воронеры Они ограбив местное население Уходя разрушили Веселение варницы А потом Когда уже Оскуда закончилась Встал вопрос Перед Обоявленным царем Михаилом Романовым Надо и восстанавливать Эти варницы И бояре посидели Посчитали и сочли Что все это стало Нерентабельно Потому что Появились Открытые месторождения Соли В районе Великого Новгорода То есть там Добыча соли Стала Ну на порядок Нешевле чем здесь А вы знаете Как ее добывали То есть Делали Что заваривается Пока будет яма Полтора метра глубин Примерно посередине Устанавливается Жерть На которую подвешивается Металлический чан А под ним Разводится под чан Костюм В результате Вода нагревается В виде пара Улетучивается А кристаллы соли Выпариваются И оседают на стенках Этого чана А их потом Вручную собирают И пакуют Польшие рогожные кули То есть Представляете Просто вот Заскребать Кристаллы соли Со стенок Это все очень долго Это очень Трудозатратное Производство Поэтому Стоило очень дорого И добывать Таким образом Соль было крайне Невыгодно Вернее выгодно На каком-то этапе Пока не появилась Альтернатива Да кстати Еще появилась Возможность Возить соль С низови Волги С прикаспийской зоны Даже учитывая Логистику Что долго Это у нас 3500 километров Все равно Получалось дешевле Чем вот таким образом Выпаривать ее Возить оттуда С низови Волги Вы не забывайте У нас же страна Не всегда была Такая большая Как сейчас До Ивана Грозного До его походов Когда он взял Казань И потом Астрахань Граница нашего государства Проходила по Рязани Калуги Аккин Атулу Это всего 100 километров От Москвы на юг И все Там русское государство Практически и заканчивалось А дальше Жили другие люди Представители Иностранных государств Знаете Кто нам мешал Возить сольскую Каспийскую территорию Это были чумотары Знаете Это чумотары Чумотары Это чувашимар Два татары Вот они нас туда И не пускали за соль Так вот Мой рассказ сейчас будет Об одном из сувениров Костровы И я думаю Вы уже догадались О чем По соль Да Только это будет Непростная соль И не золотая Это будет соль Которую раньше Назвали четверговая А мы ее сейчас Называем черная Такая соль Революция Производилась По всей стране Точнее Ну по крайней мере В той ее части Где люди себя считали Православными Потому что делали Ее не на мануфактурах А дома Раз в год Хозяйка дома В русской печи Производила такую соль В четверг Перед Пасхой Поэтому и соль Называлась Четверговая Я вам расскажу Как ее делают В данное время Ее производят Только в костроме Больше нигде Берете Обыкновенную Белую пищевую соль Перемешиваете Ее с ржаном Втерной мукой Вот эту перемешанную Субстанцию Отправляете В тканевый мешочек А потом этот мешочек Можно положить В русскую печь Но не в момент Когда там горит огонь И даже когда угли Не красные Но зола еще горячая Вот в золу закопали И в результате Происходит термическая обработка Соль прокаливается И у нее меняются Органолептические показатели Если она из белой Действительно превращается в черную Становится при этом Менее вредная Потому что уже не так сильно Удерживает лаковый организм И черную соль Кстати используют Исключительно Как приправу То есть первое блюдо С черной солью Не готовят И если вас костроме пригласят За простичный стол Вы попросите соль Соли Вам никто не предложит соль Белую То есть у нас на стол Ставят черную соль Потому что она приправа А белая соль на кухне стоит Потому что ее используют Только в процессе Приготовления блюда И такая соль Она кстати до революции Служила в качестве Приворотного средства Ведь если у нас есть Те кто не замужем И мечтают об этом Бесплатно дарюиться Так вот смотрите Что нужно сделать Чтобы приворожить молодого человека Можно попасть к нему в дом Во-первых Но не просто в дом А к нему в спальню Но естественно Когда там нет никого И насыпать его Этой черной солью Под простыней Говорят работало В 90% случаев А я не проверял Поэтому все карты вам в руки Покупайте соль Те не уйдет Мне в WhatsApp Нишние статистику Отправлю карту В результате Мы все покупаем черную солью Запасайтесь Будем сходить А ласкет Про иконы говорят список То есть есть Оригинал Подлинная икона Которую мы сегодня увидим В Гребрянской Анастасии на монастыре Я надеюсь Что мы ее увидим Просто она на прошлой неделе Была в паломническом обре Да Я имею в виду Что оригинал Будет там находиться Все остальное Называется список Так вот Поддельных икот не бывает Вот вы уже смотрели Вот недавно была передача Про епса Он же иконы собирает Да И он говорит Вот у меня Иверская икона Богородицы Подделка Не бывает Подделных икот Бывает либо оригинал Либо список Подделных икот не бывает Да Сыр Сыр Значит конечно же Можно привезти сыр Сыр который Не только Костромской Там есть разные позиции Но кстати Сыр Костромской Оригинальная рецептура Была разработана Человеком по имени Владимир Иванович Бландов Произошло это в 1877 году В деревне Большое Андрейково В 60 километрах От самой Костромы И вот такой сыр До сих пор у нас производят Причем наши сыры Они чем хороши Это сыры которые Производят маленькие заводы На территории Костромской области Не работающие с сетевыми ритейлерами То есть ни с магнитом Ни с дикси Ну ни со всеми остальными Не будут рекламировать В чем смысл Когда вы работаете с магнитом Условно говоря Он же что делает Он вас заставляет Увеличивать обороты Правильно? Если вы Стали его местным поставщиком А вы в результате Не имея возможности Ни технических Никаких Ни финансовых Плюс рецептуру Надо соблюдать Ведь нельзя раньше времени Заканчивать процедуру приготовления сыра Если он еще не готов Вы начинаете нарушать эту рецептуру В результате Приводит к плачевному результату Здесь этого не нарушают То есть у нас делают сыры Как это было когда-то В 19 веке Смотрите справа Вот две бутафорские коровы Справа костромская корова Слева ярославская Вот она В гостинице Справа сейчас была Увидели? Так вот По поводу наших коровшек Давайте начнем с Ярославки И Кострома И Ярославль Занимаются культивированием Своей особенной породы коров Ярославские коровы Они очень замечательные То есть их можно Запомнить просто на раз-два Вот вы сейчас можете Скажите ночью Вот я посмотрел Вот такие коровы везде есть А вот так пока Уже не приятно Что за порода Рассказываю Ярославская корова Она в 90% случаев черного цвета В 10-ти оставшихся бывает на ниже Давайте берем классику Черная корова У которой ноги От копыть до колен Белые Морда сверху полосой Тоже белая А вокруг глаз Два черные пятна Два круга И вы Если увидите черную корову В белых гетрах И солнцезащитных очках Это Ярославка Но и корову в гетрах И в очках Ни с кем не перепутят То есть это только ярославские Причем ярославские коровы Они молочные А как вот молочную породу Отличить от мяса молочной Как вы думаете? В французском Нет Это просто Это институт Цветила Если вы не отмените Что корова как манекенщица То есть одна тазобедренная кость Маслы торчат И такими печальными глазами Смотрят на вас Чтобы вы ее покормили Это молочная порода Это не значит Что она все время есть хочет Просто вот такая Конституция тела Потому что ее такой А мясо молочная Это вот та вот Костромская Та что у нас права Костромская порода коровы Она как поравнемерно Сера Я бы сказал Охротыпчатого окраса Вот равномерного Такого Причем У нее спортивное телосложение То есть плечевый пояс И филейная часть у нее Примерно на той ширине А вот ярославская корова Она очень женственная То есть у нее филейная часть Горазда живее Если бы мы с вами Рисовали бы Вчера вечером смотрел фильм Я шагаю по Москве Никто не смотрел вечером Рисуемся Там показывает Как и не на время Рисовали лошадь Помните Если бы мы с вами Ярославскую корову Рисовали на время Мы бы нарисовали Овальную голову И нарисовали мы Треугольное тело Треугольное тело Потому что классическая Такая вот Женская фигура Получилась Прям вот Классическая Это сказать Постоиневская корова Но там мяса не хватает Постоиневская корова Да? Худая срешка А Костромская Она действительно такая Давайте про вес Ярославка Весит 450 килограммов В среднем Костромская корова Весит 550-600 килограммов Оставляете, да? Если их рядом поставить Если бы они были Одинакового окраса Мы бы решили Что Ярославка Это телеона Как Костромская корова Вот настолько они Выглядят Разница От веса Да? Такой настоящий Супертяж Их мест называется Мурка В Ярославке Подоходе Костромской Причем у них Одинакового размера Но поскольку Костромская очень крупная То кажется Что у нее вымета Очень маленькая На самом деле Костромская корова Дает молока Несмотря на то Что мясо малыш Молока дает Больше чем Ярославка Ярославка дает 6 метров Костромская 7,5 Да И Костромскую породу Вы родили Селекционно То есть защитные годы А вот Ярославку Водили Примятным способом То есть десятки лет Поэтому вдоль дороги Можно встретить Только Ярославских коров А вот Костромских Можно встретить Только в поселке Карабаева Где-то в 5 километрах От Костромы Где у нас находится Северпосакадемия Помните, я вчера рассказывал про Василь Вот как раз там И занимаются На материальной базе Этой академии Культивированием Костромской породы коровы Так, кстати Мы уезжаем в Кострому Давайте мы с вами В Тверославле были Выясним, как жители Это называются Обоих городов Давайте он с Костромы Как Костромеду Жители называются Костромчане Он слышал Подкованные люди Видимо не первый раз Наверное за сыром Едите за сутки У меня уже шоктуры В последнее время Городов Раньше мы с провинцией катались Мы с Позапродуктами Теперь в Москва Катается за Оригинальными Метропродуктами Есть название Обычно Два варианта Выкрикиваете Либо Костромчане Либо Костромичи Правили, конечно Костромичи И для тех, кто Сомневается Запомнят или нет Я вам дам Образиться Для запоминать Во-первых Кострома и Москва Оба города Основаны Одним и тем же человеком Юрия в Долгороде Поэтому за эталон Название жителей города Берем жителей Москвы Пусть живут москвичи Значит по аналоге В Костроме В Костромичи Все просто В москвичи В Костромичи А как жители Костромы Называются В Костромчанка Послышу Если в Костроме Живут Костромчанки По образцу Значит в Москве Просто ведь да? Да конечно же Костромичка В москвичка Костромичка Я же вам просил В Костроме Что вы слушали Да? Итак В Костроме Живут Костромички В Ярославле Когда-то жили Ярославич Теперь там живут Ярославцы Мужчина Ярославец А женщина? Ярославка Ярославка Женщина Вариентов два Обычного Ярославка Ярославка Правильно будет Ярославка Потому что Во-первых Благозвучно Во-вторых Плач Ярославль В школе проходили Ну а в-третьих Я вам только что Рассказывал Про Ярославскую корову Эта порода Называется Ярославка Если вы Обращаясь К жительнице Ярославля И даже добавить С него Уважаемое Потом скажете Ярославка Вы все равно Ее позвали коровой Поэтому будьте осторожны В Костроме Костроме Ярославля Ярославля Переславля Переславля И есть у нас еще Лен И ювелирка Про ювелирку сейчас не рассказываю У вас будет целый музей про это То есть музей ювелирного дела Давайте про лен два слова скажу Дело в том, что мы с вами находимся В центральном федеральном округе И земля у нас здесь Называется не черноземная полоса То есть суглинки и песок А плодородный слой почвы Составляет всего Гобус Она называется Восемь сантиметров И вот на такой земле Хорошо растут Только балакисты Одна из них Это тот самый Лёд Так вот В 1887 году Кострому приехал Павел Михайлович Третьяков Да-да тот самый Который сделал Москва галерея Но он здесь открыл Своему фактуру Треть своих доходов Третьякова получали От Костромы То есть это было Это произведение Изоля То есть они Открыли Полуфактуру Большую Костромскую Так ее называют Которая через 3 года После открытия Получила статус Поставщика Императорского двора И у нас построили Часть лениных Полуфактура Которые Построенные были Все в 19-м И они все И до сих пор работают Вот так вот Раньше строили Я вам хотел Ваше внимание Обратить Дома говорил Если бы храмы Были белокаменные Благодаря Спаса преображенские Их бы не пришлось Ремонтировать Их бы не были бы В идеальном состоянии Но надо вернуться К этому материалу А раз так, чтобы на века стояло Правильно? И ремонта не требуется Всегда в отличном состоянии И с Баскирпичом Для стен Тех же Мануфактуру Про которые я рассказываю Красный кирпич У меня вот дядька из деревни В советское время Когда они жили Они с отцом ходили Их заставляли Разбирать церковь на кирпичи Не разобрали Знаете почему? Потому что когда вот Эт старинный кирпич Углупаешь Невозможно выковать Целый кирпич Либо с мушкой Либо четвергушка То есть вот настолько Крепкий был раствор И качественный кирпич И все эти церкви До сих пор стоят Уж них просто не смогли Разобрать Даже при желании То есть вот так вот Надо строить Все было в отличие Так вот Можно будет взять Изделие изо льна Потому что Третьяковская мануфактура Она до сих пор работает Ее правда переменовали Она теперь называется Комбинат имени Ленина Но я уверен в курсе Что от перемены Слагаемых Сумма Не может Неряться Поэтому Теперь вы знаете Да Давайте вот По иерархической Лестнице Построим Как это было Что все выглядит Ювелирку Возьмите себе Любимый Лен Возьмите Родственникам И хорошим знакомым Черную соль Возьмите Нелюбимой Подруге Остается Рабочий Коллектив Если вы На пенсии Вот и возьмете Сыр Разрежьте Вот так По кусочку Каждому Все осталось Сырки Так Знать Какой сыр Сырки Вообще Если скажете Что похоже Сырки Местные Я вам так скажу У нас В стране Сыр появился Вот в том виде Как мы себе Это понимаем Только в 70-е годы 19 века Поэтому мы сыр Вообще не производили У нас не было Такого понятия У нас было слово сыр В некоторых регионах Вместо слова творог Использовали А сыры Это начали производить Мы В инициативе двух людей Одного звали Николай Васильевич Верещагин А другого звали Владимир Иванович Блантов Вот они для нас С вами создали Ту самой молочной промышленности В частности сыродели Они съездили в Европу В Швейцарию Вот там прожили У швейцарцев Научились Варить сыр И открыли Первый артельный сыроварни В Ярославской Комернии В деревне Коплина В деревне К сожалению Не сохранилось Потому что Теперь она находится На Рыбинском Возохранилище Так вот Они Эти два человека Верещагин и Владов За основу Брали европейские сыры Поэтому все наши сыры И народ обижаются А вот в Голландии Нам дают пробовать Так мы попробовали В Голландии Вы знаете Здесь то же самое Вот сыр Костромской Он съел на основе Сыра голландского Или Сыра Который называется Гауда Я не говорю Что это копия Потому что рецептура Оригинальная То есть Блантов Он не копировал У него была Своя рецептура Но В основе Вкус Очень похож На то же Гауду Или на сыр голландский Это твердый И полутвердый Сорда сыроч То есть Мы с мягкими сырами Не работаем Потому что то что говорится Французу хорошо То Потому что Есть невозможно Да Потому что с плесенью называется Хотя вот у меня жена Любит с плесенью сыр Как она это делает Я не знаю Но вам виднее Да Поэтому Возьмите сыр Который называется Малыш Знаете чем он хорош Малыш Он очень удобен В транспортировке Вот только по этой причине Я про него говорю Все остальные Средние чем я буду Уступаю Чем он хорош Вот он размером Знаете Средский мячик Который у вас в ладошку Берется Круглой формы Как шарик Вес этого сыра Варьируется От 900 граммов До кило 200 Кило 300 То есть плюс-минус 300 граммов Средний вес килограммов Цельно упакованная головка Ценник на который будет В зависимости от веса Да Те самые 300 граммов 350-450 рублей Согласитесь Килограммовый Это сыр Цельно упакованную головку Вы же всегда довезете Это будет красиво Потому что Если вы кусочек отрежьте Получится Температура Сами видите Скачет Привезете А у вас Ведрил Сил Или вспомнил Как говорят А педренный замылок Привез Скажут на работе Это еще и позоритесь Как быть Чтобы не позориться Берите целую головку Она весит 12 килограммов Вы же ее не потащите Поэтому берете Сыр малыш Но уж если его не будет Я думаю Он будет Возьмите еще Есть хороший сыр Пуйского сырзавода Пуй это город В 115 километрах От Костромы Неки сыр Воскресенский И голландский Это две позиции Вот этого производителя Которые 4 раз забрали Прист 100 лучших товаров Про сыры все Теперь смотрите Вот сейчас проехали Один плакатик Баннер над дорогой Растяжка Видели Алмаз Колкин Впереди вот баннер Но вам не видно Я прочитаю Там есть Ефрем Это все реклама Ювелирных забот Дело в том Что в Костроме Кострома чем уникальна Здесь максимальная концентрация Ювелирных производителей На квадратный километр Такой концентрации Ювелирных производителей В одном месте В нашей стране Больше нет Я вам скажу Оку цифру Мы придем В музее ювелирного дела Если что Они меня поправят Так вот С их информации Я имею ввиду С того музея Куда мы едем У нас в Костроме 1500 производителей Скажите Откуда они берут информацию Слышно может цифра Она такая Знаете Неправдоподобная Я тоже не поверил Когда мне сказали А мне директор этого музея Его тоже не искать Он говорит А мы отправили Официальный запрос Верхневолшебную Промирную палату А я уверен В курсе Что любой производитель Неважно Небой Или это Большущий завод Он каждую Свою изделие Обязан отправить Вот той самой Промирной палате Которая должна проверить Состав Слышно Поэтому Через какое-то время Лосиха делает Вывод что Скорее да Чем нет И тогда происходит Следующее Вот у вас Тебя на кошке С собаками есть Вот собака щенилась Что она делает В первый год Вылизывает щенка Лосиха делает так То есть она К этой девочке Подходит Начинает ее вылизывать Вырежут с одного Бока Она делает Она делает Ответ Что она Подхватывает Ни при чем Она Ее копыта Переворачивает Потом вылизывает С другого полка После прохождения Такой процедуры Лосиха Все Она уже Закрепила У себя В голове Вот он Мой ребенок И она Привыкает Именно к этому Человек Ориентируется У него Запах И только По этой Причине Думая Что это Ребенок Она Из леса Летом Каждый Боже День Приходит Берем Лактации Которая Длится Три Месяца Когда Молоко Дает И Она Думает Кормить Ребенка А Это Называем Раздаивать Лосиха Вот Такая Процедура Причем С лосихами Которые Все Это Прошли На Следующий Год Надо Все Повторять Потому Что У Ни Все Абсолютно Инстинкт Она Через Год Она Все Будет И Нужно Будет Все Проигрывать Знаете Как У них Работа Называется Лосенок